Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет о пересадке камелий. Мои камелии еще стоят на улице, и уже на этой неделе я буду их заносить в теплицу. Не хочу, чтобы был большой перепад в температурах, поэтому лучше их занести раньше, чтобы потом они не стрессовали. В прошлом году я сажала, вот такую, покупала фамилию Мистикли, и сажала вот в такой горшочек трехлитровый. Сейчас я буду пересаживать ее в пятилитровый горшок. Покупала я ее вот в таком виде, и вот как она за год выросла. Это моя последняя напиночка. Сегодня я тоже ее буду пересаживать. И есть еще у меня несколько экземплярчиков. Я тоже их буду сегодня пересаживать, рассаживать, и потом будут частично на продажу. Сейчас я расскажу немножко о составе грунта. Более подробный ролик о составе грунта у меня есть на канале. Я здесь под этим видео оставлю ссылочку. Можете по ней перейти и посмотреть. Итак, состав грунта. Для камелии обязательно нужен кислый грунт. Я покупаю грунт для лохины, для голубики. И делаю сюда добавки. Во-первых, грунт с огорода немного. Второе, это вот такой вот еловый опот. Сосновый, вернее, опот. Это опавшие иголочки перепревшие. И кора, и шишечки. То, что собираются под деревьями сосны. Где-то примерно 1 четвертая от состава грунта. Немного серы. Ну, желательно, конечно, чтобы она была более крупная. Но так как у меня в этом году такой нет, то использую вот такую, гранулированную. Агроперлит обязательно. И обязательно уголь. Сейчас я все это перемешаю и покажу, какой должен быть грунт. Грунт должен быть рыхлый. Здесь, как видите, есть и иголочки, и кусочки веточек. В общем-то, вот такой он должен быть рыхлый. Если нет возможности насобирать соснового опыта, можете использовать просто кислый грунт. Допустим, для голубики. Там встречаются и веточки, и кора. Так что используйте его. Я во всех своих роликах о пересадках рассказываю, что я очень люблю технические горшки. Из-за того, что у них вот такие вот большие отверстия в дне горшка. Они способствуют тому, что вода хорошо проходит на дно и хорошо просыхает грунт. Вентиляция корешков идет. На дно мы насыпаем нашего грунта. Ничего, он не просыпается, никуда не девается. Если боитесь, что будет просыпаться в дырочке, просто на дно положите туалетную бумагу либо салфетку. И все. Вытаскиваем из горшочка наше растение. Вот оно все полностью отлило в горшочек. И сейчас я буду пересаживать. Нужно немножечко сделать вот такие движения. Я беру вот такую палочку. Это от суши палочка. Чтобы наши корешочки хорошо проросли в грунт, обязательно нужно пошибуршить немножко грунт. Ну вот, готово. Можно пересаживать. Еще на дно немножечко насыплю грунта. Ну вот, нормально. И теперь засыпаем. Это, конечно, горшочек большой. Это 7 литров, оказывается, а не 5. Ну ничего, лучше сразу посажу большой. Я умею поливать в такие горшки. А вы смотрите аккуратно. Если будете тоже сажать большой горшок, то очень внимательно относитесь к поливу, чтобы не залить растение. После того, как растение будет посажено, обязательно его нужно пролить укоренителем. Я использую при пересадках ради фарм. Мне очень нравится. И вообще при посадках. Он хорошо способствует тому, что мелкие корешочки нарастают. И растение очень хорошо адаптируется. Ну вот, все, готово. Главное еще не заглубить в корневую шейку. Все, это растение мы уже пересадили. А в этот горшочек я сейчас пересажу то растение, которое я приобрела. Приобрела. Вот оно. Сейчас мы тоже его вытащим из горшочка. Вот, видите, как уже тут все заплетено корешками. Обязательно очень хорошо эти корешочки мы вот так вот продираем. чтобы они потом хорошо у нас прижились. Иначе вы растение поставите. Корешки не будут прорастать в ваш грунт. И растение постепенно погибнет. Эта процедура обязательно. Не бойтесь, ничего с ним не будет. Ну вот, хорошо вот так. Прорыхлили. Снизу тоже. Ну все, теперь можно сажать. Этот же горшочек, в котором было посажено мое растение. Насыпаю на дно грунт. И буду сажать сюда наши растения. Немножечко еще вот тут сверху надо убрать старого грунта. Здесь песок в основном очень часто бывает. Вот он, этот песочек. Сейчас я его постараюсь немножко вытряхнуть оттуда. И туда насыпем грунта. Ну все, сажаем. Ну все, сажаем. Еще одно растение посажено. И сейчас я вам буду показывать, как я буду рассаживать другие растения. Более мелкие горшочки. Ну вот, у нас вот такая вот камелия. И сейчас мы будем ее пересаживать. Для этого нам нужно их разделить. Сейчас я ставлю туда палочку. И буду разделять. Не переживайте. Если вы будете делать то же самое с вашими растениями, ничего не произойдет. Они хорошо адаптируются потом. Быстро обновляются. И быстро разрастаются. Главное сделать все правильно. Полить их потом укоренителем обязательно. И будет все хорошо. Хорошо. Одну мы отсоединили. И сейчас еще две. Посмотрите, насколько заглублена корневая шейка вот у этого растения. Сейчас мы повсоединим. Ну вот. И готово. Обязательно освобождаем корневую шеечку. Посмотрите, как она заглублена была. Вот настолько. И сейчас будем сажать. Берем подходящие горшочки. Сначала я посажу вот эту, которая была. Они росли вот в этом горшочке. И сюда же я и посажу наше растение. Готово. Готово. Одно уже у нас готово. Теперь берем второе. Сюда нужно поменьше горшочек. Вот такой возьмем. Тоже с отверстиями. Строительный. Ой, строительный. Технический горшочек. И сейчас сюда мы посадим наше растение. Хорошо утрамбовываем грунт. И потом прольем укоренителем. Второе готово. И сейчас третий посадим. Третий тоже. Немножко заглублена. Заглублена корневая шеечка. Сейчас немножко освободим ее. Насыпаем на дно грунта. И сажаем. Третье растение тоже у нас пересажено. И так же мы делаем со всеми остальными. Тогда все пересажу. Обязательно. Все растения, которые я хотела сегодня пересадить, пересажены. Это вот такая красота. Бикалор. Здесь шесть штучек. Как они окрепнут, я потом выставлю их на продажу. Здесь еще сантарелли. Три штучки. И три штучки мистигли. Это все будет на продажу. А это моя прошлогодняя мистигли. Она очень красиво цвела. Я ее пересадила в больший горшок. И вот это еще моя новая посадочка. Бикалор. Тоже вот такая вот красотка. Теперь сейчас я разведу Радифарм. И хорошо пролью свои посадочки. Радифарм разводится 25 миллиграмм на 10 литров воды. И этой водичкой поливаем наше растение. Хорошо проливаем как следует, чтобы пропитался весь земляной пол. Все растения я пролила. И теперь поставлю их на свое постоянное место. Все камели занесены, расставлены по своим местам. Все с вот такими вот бутончиками. Им очень нравится на улице находиться все лето. В тенечке они у меня стояли под рассеянным светом. Под черешней. С одной стороны черешня, с другой стороны абрикос. И вот сейчас они стали на свои места. В квартире, конечно, вырастить сложновато. Камелии, но можно о всех хитростях и премудростях. У меня есть ролик, где я подробно рассказываю о камелиях. Можете пройти по ссылочке и кому интересно посмотреть. На этом мой небольшой ролик о камелиях сегодня я заканчиваю. Как будут цвести, обязательно я вам все покажу. У меня 17 разных камелей. И как они будут цвести, обязательно вам сделаю обзор. Выращивайте у себя эти королевы зимних садов. Желаю всем скорейшего мира, добра, здоровья, благополучия, прекрасного настроения. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok